Всем привет! Зовут меня Владимир и вы на канале Простой Дальнобой. Сегодня у меня суббота и у меня очень сложный день. Мне нужно проехать целых 5,5 километров и доехать мне надо с этого паркинга на паркинг, который максимально близко до моей фирмы на загрузке до понедельника. Этот паркинг находится через автобан. Сейчас мы сделаем вот такую фигуру и запаркуемся обратно здесь. После чего по плану перейти тут через мост и пойти сходить в магазин. Пока буду идти в магазин, есть о чем поговорить, так что не переключаемся и поехали в сюжет. Вон на тот паркинг получается. Сейчас опять постараюсь стать головой к лесу, чтобы меньше было слышно автобана. Хотя это, по-моему, 553-й и машин здесь немного. И радует, что паркинг не забитый. Хотя в среднем, наверное, в субботу все паркинги по Германии относительно более разгружены. Это за счет того, что очень много людей меняется. А также немцы, голландцы и все остальные фирмы, которые работают по месту, съезжают машины. Не в дороге остаются, а возвращаются на базу. И еще вы спросите, почему я не доехал туда вчера. У меня было достаточно времени, чтобы сделать данный крюк. Но мне не надо было туда доезжать, потому что сегодня разорвать паузу. И не было 45 часов у меня. Вот и все. Поэтому едем сейчас. Становимся на паузу. И начинаются наши выходные. Чистых в 44 часах отдыха. Есть чем заняться, так что... Го-го-го, вперед! Отошел немножко от автобана, чтобы не сильно было шумно. И теперь можем поговорить о некоторых вопросах. Самый, скорее всего, наверное, часто задаваемый вопрос, это как устроиться в Европе на работу. Смотрите. Я хочу поделить сразу на две группы водителей. Это те, которые с опытом, которые уже работали в перевозках, может даже в международных перевозках. Которые заполняли ЦМРки. Которые знают, как заправлять машину, ну, вообще с опытом, грубо говоря. И они знают язык. Они знают, по крайней мере, язык для того, чтобы им хватало для общения на погрузках-загрузках и решения минимальных проблем, которые могут возникнуть. Эти, скажем так, водители не задают вопросы, куда им устроиться на работу. Почему? Чуть дальше вы это все поймете. И вторая группа, которая только отучилась на категорию CE. И, может, у них и есть опыт, ну, минимальный опыт, скажем так. Любой человек, который отучился, скажем так, я считаю, не купил права. Он уже имеет определенный опыт общения с таким транспортом. И тут возникают вопросы, куда же устроиться работать. И если у вас нету хорошего знакомого, который вас хорошо знает и может ручиться за вас, возникают проблемы. Да, потому что на хорошую фирму, как обычно, места заняты. И очень часто даже есть свободные места на хорошую фирму, но найти ее очень тяжело. Потому что никто ее не ищет. Ну, или, по крайней мере, не знает, как найти. В таких случаях, ну, я буду отталкиваться от своего опыта, от опыта моих знакомых. Стоит хвататься за любую возможность для того, чтобы начать работать. То есть, стоит впихнуть одну ногу уже в Европу, скажем так, на международные перевозки. И дальше будет легче. Почему? Потому что, начав работать, вы получите бесценный опыт. Это неважно, какая фирма, какой это будет учкомбинат. Может, там будут проблемы с оплатами, с этими. Главное, что вы получите опыт. И уже, начиная, скажем так, с первой паузы, вы будете общаться с водителями, другими, которые работают на разных фирмах. И начнете составлять список работодателей в Европе для себя. Список работодателей для себя. И начиная там с первого, со второго месяца, когда вы уже будете знать, как заполнять CMR-ки, как заправлять машину, как парковаться, уже чувствовать габариты машины. То есть, вы начнете рассылать резюме по разным фирмам, уже имея о них определенные отзывы на паркингах. То есть, вы знаете, что это за фирма, как она работает, как она платит и все остальные. То есть, даже вы начнете, скажем так, правильно задавать вопросы, что для вас важно. Потому что первые вопросы, которые задают новички, это всегда связано с деньгами. Но, на самом деле, этих вопросов должно быть намного больше. То есть, деньги, это, конечно, хорошо, но еще очень важно отношение, скажем так, диспетчера, логистики к самим водителям. То есть, за что вычитают. То есть, возможно, вам будут платить, говорит, что вам будут платить там 3000 евро. Это хорошая зарплата и мало кто ее получает. Но после всех вычетов в конце вы сможете получить на руки совсем не 3000 евро, а это может быть 1500-1300. То есть, как бы, потому что нюансов всех очень много. И лучше иногда получать изначально как бы меньше, но работать в свое удовольствие, скажем так. Вот сейчас я работаю на фирме. Я не знаю почему, но вот эти три недели я вообще не напрягался. По той причине, что я проехал там первую неделю 2040 километров, вторую неделю 2100. И сейчас я закрыл неделю, посчитал, я запроехал 2200 с чем-то километров. У меня были паузы и по 18 часов. То есть, как бы, я, скажем так, для меня это, я практически не работал по сравнению с предыдущей фирмой. Там, где я выкатывал абсолютно все в свое время, почти под ноль. И, ну, как бы, я считаю это нормальной практикой, то есть, когда водитель все свое законное рабочее время, он работает. То есть, все свое законное время по отдыху он отдыхает. То есть, ни больше, ни меньше. На этой фирме почему-то, ну, первый раз, когда я заехал, было нормально. Сейчас, возможно, просто такой период. Перед праздничный, скоро Новый год и работы меньше. Вот. Так что, давайте подведем итог. Человек уже с опытом, он не задает вопросы, куда ему устроиться. По крайней мере, таким людям, которые, как я, грубо говоря, блогер, который поработал на двух фирмах. И я не задавался таким вопросом составить список фирм. Может, конечно, стоит пообщаться на паркингах с водителями, чтобы они посоветовали. И просто создать, может, какой-то документ такой в Excel или в Word. И записывать, допустим, название фирмы, приблизительные отзывы о ней самих работников, которые уже работают, водители там. И, к примеру, сайт или хотя бы как можно найти данную фирму. Потому что вам нужен именно отдел кадров. То есть вы ищете то, как устроиться на фирму. А уже после того, как вы нашли, как устроиться на фирму, то есть это подали резюме, вы просто ждете. И вас пригласят. И потом вы скооперируетесь. Так, сейчас, секундочку. Нужно проверить, куда мне идти. Потому что здесь для велосипедов, там дорожка для пешеходов. Чтобы не потеряться. Показывают держаться левее. Значит, идем левее. Просто такие вот знаки. Дорожка для велосипеда. Ничего. Вот. Вот. А новички, которые, да, и потом они обижаются, почему я не могу посоветовать фирму, где им лучше работать, где начать работать, ну, я могу советовать миллион фирм. Но потом вы пойдете туда, устроитесь, у вас возникнут какие-то проблемы, и я буду плохой. То есть так очень часто бывает. Любые мелочи сразу возникают при каких-то там конфликтах. И человек ищет кого-то другого виноватым, а не себя. Вот так вот. Поэтому я, к сожалению, не смогу вам порекомендовать ни одной фирмы. Я могу называть кучу там названий фирм. Но порекомендовать я их не могу. Вот так вот. Так что на этом я буду заканчивать разбор этого вопроса. Всем спасибо за просмотр. И до встречи в новых видео. Пока-пока. 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 Продолжение следует...